В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа, студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Конфликт интересов, демонтаж футбольного поля на территории Видновской гимназии поделил местных жителей на сторонников и противников реконструкции. Нам заявили, что если реконструкция здания идет, обязательно идет благоустройство и реконструкция территории. Подсолнух скетч. Начинаем знакомиться с соискателями губернаторской премии «Мы рядом» от Ленинского городского округа. Дети делали уроки и люди ждали, когда начнется подсолнух. То есть они говорили детям, давайте быстрее делайте уроки, мы сейчас начнем рисовать. Всем предъявить документы. На территории муниципалитета продолжаются рейды по выявлению точек незаконной торговли. На сайте губернаторской премии «Мы рядом» сейчас полным ходом идет общественное голосование. Телеканал «Видное ТВ» начинает знакомить зрителей с соискателями премии, жителями Ленинского городского округа. Сегодня расскажем о проекте «Подсолнух скетч» и его создательнице Марине Маловой. Управленец по образованию, художник в душе Марина Малова с самого детства обожала рисовать. Идея создать клуб для начинающих художников, где все желающие могут учиться живописи совершенно бесплатно, пришла, когда она была в декрете по уходу за ребенком. Еще тогда «Подсолнуха» не существовало, но я уже начала проводить мастер-классы. Оно было в библиотеке Милькова у тетушки Савуни. Но именно там, в этой библиотеке, я включилась и я поняла, что это мое – организовывать такие творческие вечера. Первая встреча творческого объединения «Подсолнух скетч» прошла в сентябре 2019 года на базе Центральной районной библиотеки. Каждую субботу, вплоть до начала пандемии коронавируса, любители живописи собирались вместе, чтобы творить прекрасное. За это время прошло свыше 30 занятий. К проекту подключилось более 15 художников, как профессиональных, так и из числа любителей самоучек. Из Ленинского городского округа, Подольска, Домодедово и Санкт-Петербурга открылся скетч-клуб «Подсолнух» и в Подольске. У нас сейчас два города – это Видно и Подольск. Мы собирались открыть Домодедово, но случилась пандемия. И в марте месяце у меня есть куратор в городе Домодедово. Мы просто не смогли начать в марте месяце. Во время пандемии «Подсолнух» перешел в онлайн-пространство. На протяжении полутора месяцев каждый день любители живописи творили во время прямых эфиров в Инстаграм. И все мне начали писать, что все, у нас занятий не будет. И мне пришлось организовать эти занятия в онлайн-пространстве. И люди даже писали, что полтора месяца рисовали без перерыва, дети делали уроки, и люди ждали, когда начнется «Подсолнух». То есть они говорили детям, давайте быстрее делайте уроки, мы сейчас начнем рисовать. Летом, когда только ограничения сняли, мастер-классы «Подсолнуха» переместились на улицу. В Центральном парке Видного прошло уже несколько пленеров, которые собрали любителей живописи от мала до велика. И мы решили совместно с «Подсолнух скетч» организовать мастер-классы по скетчингу. Это рисунок быстрой техники в акварели. Задумка наша была создать ощущение природы и пленера для рисования. И также рисование с натуры. «Подсолнух скетч» позиционируется как творческое объединение для взрослых. Но здесь очень приветствуется, если на мастер-классы родители приходят вместе со своими детьми. Марина Малова со своим проектом «Соискатель губернаторской премии. Мы рядом». В случае победы она надеется, что ее творческое объединение наконец обретет свой дом, куда смогут прийти все творческие люди Подмосковья, любящие живопись. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видное ТВ. Противостояние двух сторон. За и против реконструкции школьного двора. Представители администрации Ленинского городского округа встретились с активными жителями микрорайона «Краски жизни», чтобы разобраться в причинах демонтажа футбольного поля, которое располагается на территории Видновской гимназии. На встрече присутствовала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. Единственный в округе стадион. Неповторимое футбольное поле, которым пользуются жители ближлежащих к Видновской гимназии домов. Его закрыли. Люди в панике. Требуют вернуть спортивную зону. Я играю здесь с ребенком на этом поле. Мы постоянно выходим. Я вижу, как другие родители. Круглосуточный стадион. Практически от рассвета до полной темноты. Играют в футбол. И разного. Дети, начиная с четырех лет, выходят с родителями. Находят место, время играть. И взрослые играют. И турниры проводят. Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Этот стадион находится на земле, принадлежащей Видновской гимназии. Также спортивной площадкой может пользоваться еще одно учебное учреждение – школа номер 7. То, что некоторое время территория была открыта для посещения – доброе волеизъявление руководства двух школ. Футбола в образовательной программе нет. Поэтому было принято решение стадион перестроить, чтобы улучшить качество образовательного процесса. Физкультура – это такой же предмет, как и химия, и физика, и математика, и так далее, и так далее. И, соответственно, предоставление качественного образования детей в части физкультуры должно, соответственно, идти со всеми нормативами и требованиями, которые есть, которые нам диктует нынешнее законодательство. Беговые дорожки и баскетбольная площадка сохранятся. Появится волейбольная площадка, зона воркаута, спорт-ядро, прыжки в высоту и длину, полоса препятствий для школьников разных возрастных групп. Новый спортивный комплекс позволит беспрепятственно сдавать нормы ГТО, результаты которого добавляют баллы при поступлении в ВУЗы. Получить аттестат, я думаю, это главная задача вообще и родителей, и школьников – получить образование достойное с полным комплексом образовательных возможностей. И сегодня это как раз и происходит в новом проекте. Мы ведь понимаем с вами, что строится не какая-то торговая точка, а строится спортивная площадка. Реконструкция школьного стадиона стала возможна благодаря расширению Видновской гимназии. Сейчас на территории учебного учреждения идет строительство дополнительного корпуса, которое предполагает реконструкцию прилегающей территории. Нам заявили, что если реконструкция здания идет, обязательно идет благоустройство и реконструкция территории. Без этого проект не подписывался и не утверждался. Его нужно было обязательно утвердить вместе с реконструкцией территории. А в силу того, что стадион – это территория гимназии, он подлежит тоже реконструкции. Мы вообще-то предполагали, что может быть и нет, потому что оно уже поле ушло, оно уже убитое, прямо скажем, что просто они сделают какой-то ремонт капитальный. Но нет, они сказали, что школьный стадион должен соответствовать требованиям школьной программы. Вопрос, смогут ли местные жители продолжать пользоваться спортивной площадкой после реконструкции, пока решается. Руководство школ не против, лишь бы люди соблюдали правила и чистоту. Я попросила строителей, сейчас застройщиков, калитку одну там сделать для населения. Я буду открывать ее в определенное время при одном условии, что если это будут организованные команды баскетбола, волейбола, то есть мы составим график, они пройдут через меня, я им дам пропуска, ради бога, пусть занимаются, мы только за. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Евгений Садовский. Видно этого. Сотрудники администрации Ленинского городского округа выехали в рейд по выявлению точек незаконной торговли в поселке Развилка. Выездная комиссия проинспектировала улицы поселения и ближайшие населенные пункты. Ситуация с незаконной торговлей в Развилке оказалась лучше, чем предполагалось. Единственный бахчевой развал, где продавец так и не смог предоставить документы, был обнаружен на выезде из поселения в районе совхозных полей. Представители административной комиссии зафиксировали факт нарушения, чтобы в дальнейшем подключить компетентные органы к решению ситуации. Точка расположена на земле, которая находится в частной собственности. Соответственно, должен был быть предъявлен договор на размещение данного объекта, однако договор до настоящего времени нам не представлен. Продавец должен иметь медицинскую книжку, трудовой договор, для того, чтобы идентифицировать, на кого он работает, то есть понять, что за субъект торговли осуществляет здесь свою деятельность. На данный момент вообще полное непонимание, что здесь творится, поэтому, соответственно, как вы видите, мы эту точку закрываем в рекомендательном порядке. После предоставления необходимых документов, проверку законности торговли продолжил сотрудники полиции, Госадомтехнадзора и Роспотребнадзора. Помимо этого, данную точку представители администрации рекомендовали закрыть, так как продажа бахчевых в регионе разрешена только с 1 августа. Для того, чтобы начать работу с 1 августа, должны быть еще какие-то документы, схемы размещения для начала. Хорошо. Давай на сегодня закрывай точку. Хорошо? Все, собирайся и домой. Такие мониторинговые рейды сотрудники отдела потребительского рынка администрации Ленинского городского округа проводят ежедневно, делятся на группы и охватывают всю территорию муниципалитета. Межпоселенческая библиотека приглашает детей и подростков Ленинского городского округа принять участие в конкурсе плакатов «Ребята, давайте жить дружно». Знаменитые слова героя любимого мультфильма «Кота Леопольда» стали названием творческого проекта, в котором юным жителям муниципалитета предлагается изобразить жизнь без конфликтов в современном обществе. Конкурс проводится уже в четвертый раз. В этом году прибавилась еще одна номинация. В этом году, поскольку карантин, мы решили ввести такую номинацию, как цифровой плакат. То есть не просто нарисован от руки, а исполнен в каких-то цифровых редакторах. То есть можно прислать по почте либо фотографию готовой работы, нарисованной, либо в цифровом виде. Работы принимаются с 1 по 10 августа. Для рисованных плакатов допускаются любые техники выполнения. Карандаш, акварельные краски, гуашь, пастель, фотоколлажи, аппликации формата А1. Для цифровых работ допускается использование различных компьютерных графических программ. У нас первое, второе, третье место, но бывает, что настолько хорошая работа, что жюри просто не может выбрать. И может быть два вторых, два третьих места. И бывает номинация за самую оригинальную технику, за самое оригинальное исполнение. Готовый плакат нужно принести в Центральную детскую библиотеку. Если работа выполнена в цифровом виде, прислать на электронную почту. Она указана на сайте библиотеки. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте библиотеки не позднее 14 августа. И в заключении выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что 21 июля на протяжении всего дня будет идти дождь, который к вечеру должен ослабнуть. Температура, увы, тоже не порадует. Плюс 19 градусов. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова